Памятник Уже вскоре памятник украсит внутренний двор Гатчинского дворца, арсенальная каре, где будет располагаться один из входов музей. Идея установить памятник принадлежит Гатчинскому музею-заповеднику. При этом изначально было решено не устанавливать монумент в парке, дабы не нарушать исторический ландшафт. Конкурс на лучшую работу объявили еще в мае прошлого года. Значительную часть своей жизни Александр III проводил здесь, в стенах Большого Гатчинского дворца. Здесь он занимался и государственными делами, проводил время с семьей. Ну и, конечно, уделял внимание русскому историческому обществу, почетному председателю которого он был со дня основания общества. К слову, именно Паула Трубецкой создал знаменитую конную статую императора, которая некогда украшала Знаменскую площадь, а сейчас располагается в парадном дворе Мраморного дворца в Санкт-Петербурге. Кто в Гатчине находится, не только во дворце, но и жителям Гатчина всегда было понятно, что как-то увековечить памятник, память Александра III нам просто необходимо. Разговоры о том, чтобы поставить памятник Александру III начались еще в начале 90-х годов. И вот по мере того, как мы начали реставрировать арсенальные кары, мы поняли, что это место, этот дом, дом императора именно и должен заключить в себе или принять памятник Александру III. Большинство членов жюри проголосовали за проект скульптора Владимира Бородарского, выпускника Санкт-Петербургской академии художеств. Его работа, по мнению комиссии, наиболее четко передает дух эпохи Александра III. Впрочем, портретное сходство с императором скульптору еще предстоит доработать. Памятник планируется установить в марте будущего года, когда будет отмечаться 175 лет со дня рождения Александра III. Проинформировал Сергей Евгеньевич о том, что по действующему законодательству Министерство культуры не имеет права оплачивать изготовление памятника. Поэтому решение принято. Это сделает Российское военно-историческое общество. Изготовление памятника будет полностью оплачено нами под контролем Министерства культуры Российским военно-историческим обществом. Ну, а благоустройство уже за Ленинградской областью, о чем Александр Юрьевич говорил. Там же, во дворце, председатель Российского исторического общества передал в дар библиотеке в Гатчине подборку детских книг. Акция стала продолжением проекта «Подари ребенку книгу», который начался еще два года назад. В свою очередь сотрудники библиотеки подарили Сергею Нарышкину два издания об истории Гатчинского аэродрома, оформленные детскими иллюстрациями. В моей семье тоже есть дети школьного возраста, которые с удовольствием, конечно, прочитают. Это и я сам прочитаю с удовольствием. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем. Чуть позже в Санкт-Петербурге Сергей Нарышкин и делегаты РИО побывали в Государственном историческом архиве, ознакомились с его работой, посетили читальный зал и хранилище документов. 1875 год. Приход. Просударственного, значит, есть 6 тысяч рублей. Членские взносы. Членские взносы. Скромнее, да? И расходы. И расходы. Глава Росархива Андрей Артизов передал председателю РИО уникальный оцифрованный архив копии всех документов из Фонда императорского русского исторического общества. В их числе резолюция Александра II об учреждении общества, представление министра иностранных дел Горчаков в комитет министров, датированное 1866 годом, утверждение устава общества, финансовые отчеты и указ о распуске организации. Электронные копии вскоре будут размещены на сайте Российского исторического общества. Используя современные информационные технологии, мы все эти документы оцифровали, потому что эти документы теперь уже собственность Архивного фонда России, федеральная собственность. Но все 235 дел, это десятки тысяч листов архивных документов, которые рассказывают о жизни общества, они вот здесь, вот в этих вот сиди. И я с большим удовольствием вручаю оцифрованный в полном объеме фонд Русского исторического общества председателю современного российского исторического общества, большому любителю архивов, истории и вообще всему тому, что связано с нашим прошлым Сергею Евгеньевичу Нарышкину в полное распоряжение родного общества. Спасибо вам. Русское историческое общество было учреждено в 1866 году для поиска, изучения и издания документов и исследований по истории России. Большую часть своего существования общество именовалось императорским и проработало вплоть до 1920 года. В 2012 году, уже в веке 21, появилось Российское историческое общество, ставшее правоприемником Русского исторического общества. Еще одним важным моментом рабочей программы в Петербурге стало вручение наград победителям конкурса научных работ по истории участия России в становлении государственности США. Студенты и аспиранты ведущих вузов представили свои исследования на тему в обществе достаточно малоизвестную и малоизученную о влиянии России на формирование западных демократических ценностей, вкладе в победу севера над югом, свободы над рабством в годы гражданской войны в США. Мало кто вспомнит сейчас, что именно Россия не допустила вторжения французских интервентов в Северные Штаты, и это сыграло ключевую роль в дальнейшем развитии страны. И затем, в период середины 19 века, наши отношения тоже были очень теплыми, потому что Соединенные Штаты не присоединились к коалиции воюющих держав в годы Крымской войны, они держали благозелательный нейтралитет по отношению к нам. А затем перед обеими странами были схожие проблемы у нас отмены крепостного права, в Соединенных Штатах отмена рабства и сопутствующая этому гражданская война. Между Авраамом Линкольным и императором Александром II завязались просто дружеские отношения, и они были совершенно единомышленники в этом плане. О прогрессивных примерах российской истории говорили и на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Оно состоялось в Петербурге при участии председателя Российского исторического общества. И наследие Петра I, тех решений, которые принимались в тот период, это та основа, которая до сих пор во многом является базой, на котором стоит наше государство, наше военное и инженерное дело, в значительной степени и административная система, и, кстати сказать, даже частично правовая система, и, конечно, культура. Подготовку к торжествам обсуждали на самом высоком уровне участники заседания, в частности, говорили, что Петр I превратил патриархальную Русь в огромную и мощную Российскую империю, европейскую державу, с которой стал считаться весь мир. Очень многие начинания, даже, можно так сказать, современная Россия в ее границах, в ее политике, в ее культуре, в ее городах, в важнейших центрах, это, в принципе, очень часто связано с деяниями этого государя. Намечена очень интересная программа, которая включает в себя целый спектр мероприятий. Это и выставки, это публицистика, это проведение научной конференции, форумов, издание новых трудов. Петровская эпоха разделила всю историю России на две части. По-разному можно оценивать значение Петровских реформ, но разделение русской истории на две эпохи, как до Петровской и после Петровской, очевидно для всех. Первые мероприятия, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра I, начнутся уже в этом году и продлятся до 2022 года. В программе более сотни различных проектов, как в России, так и за ее пределами. Служба информации Российского исторического общества.